На повестке дня вопросы реализации демографической политики. Это обсудили на еженедельном оперативном совещании в правительстве Брянской области. Талантливая, активная и очень перспективная. В городском лицее номер один отметили лучших представителей брянской молодежи. Отработка навыков в реальных условиях состоялось показное пожарно-тактическое учение Брянского пожарно-спасательного гарнизона в здании торгового центра «Бум-Сити». Необычно отметили праздник. В канун Дня защитника Отечества в Брянском государственном университете прошла товарищеская встреча по настольному теннису. Спонсор программы событий – общество с ограниченной ответственностью «Солнечная» и представляющая квартира от завода «ЖБИ-3». Внимание! Срочное сообщение! С 1 февраля по 30 марта стоимость квадратного метра жилья в пятом микрорайоне Советского района от 25 990 рублей. Невероятно, но факт! ООО «Солнечный», ООО «Завод ЖБИ-3». Стройте вместе с нами! Подробная информация по телефону 67 50 55 или на Фокина 113. Проектная декларация на солнечный32.ру Губернатор Александр Богомаз принял участие во встрече председателя правительства Дмитрия Медведева с главами регионов по вопросам межбюджетной политики. Встреча прошла в рамках форума «Сочи-2017». Как отметил Дмитрий Медведев, тема совершенствования межбюджетных отношений сегодня больше всего волнует всех руководителей субъектов федерации. По словам губернатора Александра Богомаза, в целом для Брянщины 2016 год завершился хорошо. Много позитивных перемен произошло в бюджетной политике, в социальной сфере, дорожном строительстве, сельском хозяйстве. Область смогла досрочно погасить банковские кредиты, что позволило значительно сократить расходы на обслуживание долга. Сэкономленные средства будут направлены на социально значимые статьи бюджета. В Брянской области активно реализуются задачи, поставленные президентом по обеспечению продовольственной безопасности государства. Область заняла восьмое место в топ-10 регионов-лидеров по объемам производства скота и птицы на убой. В Брянской области активно ведется реализация проекта «Новая школа», направленного на строительство, реконструкцию и модернизацию средних учебных заведений. В регионе сразу же в первый год реализации программы построено две школы. Благодаря эффективной работе органов власти, строителей и координаторов проекта на 2017 год запланирован ряд объектов. Будут построены пристройка на 500 мест к Снежской гимназии в поселке Путевка Брянского района, школа на 500 мест в Стародубе, школа в поселке Свень Брянского района на 160 мест. Активно ведется работа по переводу на обучение в одну смену. Вопросы реализации демографической политики Российской Федерации обсудили на еженедельном оперативном совещании в правительстве Брянской области. Участники встречи поговорили также о мерах социальной поддержки, которые оказываются в регионе многодетным семьям. 10 301. Именно столько многодетных семей проживает в Брянской области. Всего 4 года назад эта цифра была почти на 2000 меньше. Данные статистики показывают, сейчас в регионе идет устойчивое увеличение рождаемости. У нас есть такое понятие, как детский бюджет в нашей отрасли. Так вот, общий объем детского бюджета в регионе по линии соцзащиты населения в 2016 году составил 1,4 миллиарда рублей. Это при нашем бюджете около 10 миллиардов. Представляете, 1,4 миллиарда – это только детские выплаты на детей, на семьи с детьми. Во многом росту рождаемости способствуют те меры, которые приняты в стране и в Брянской области для развития демографической политики. В нашем регионе семьям с детьми выплачивается 24 вида различных пособий и компенсаций. С 2013 года выдается сертификат на областной материнский семейный капитал. С января 2015 по поручению губернатора Брянской области Александра Богомаза размер материнского капитала был увеличен в два раза и составляет 100 тысяч рублей. Финансирование осуществляется с учетом предоставления субсидий из федерального бюджета на субфинансирование расходных обязательств субъекта. Объем финансирования вы можете увидеть на слайде. По сравнению с 2013 годом в текущем году он вырос в более чем в 10 раз и составляет 463,7 миллиона рублей. На заседание привели данные о земельных участках, выданных многодетным семьям. В прошлом году в Брянской области их выделили почти на 200 больше, чем в 2015. В свете последних рекомендаций правительства, подавляющее большинство мер социальной поддержки, выплачиваемые из средств областного бюджета, оказываются с учетом критериев адресности и нуждаемости. В текущем году на данные цели будет направлено более полутора миллиардов рублей. Получателями данных мер социальной поддержки являются более 73 тысячи детей. Евгения Огриненко, Владимир Сидоров, События Брянск. Депутат Государственной Думы Владимир Жутенков провел личный прием граждан в региональной общественной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева. К парламентарию обратились больше десятка жителей региона. Подробности у Екатерины Зойдиной. Григорий Цирульников обеспокоен тем, что по дороге от улицы Щукино до населенного пункта Крыловка нет остановочных комплексов. Он обратился к депутату с просьбой помочь с решением этого вопроса. А там едут пенсионеры, старенькие, приходим, все снеги, дождь, под дождем стоим. Также он попросил обратить внимание на некоторые остановки в городе, на которых сломаны скамейки, и пожилым людям, по его словам, даже присесть негде. Владимир Жутенков внимательно выслушал его просьбу. В итоге было принято решение рассмотреть возможности организации остановочных комплексов на этом участке дороги и отремонтировать скамейки там, где это необходимо. Другой вопрос о подключении газа в многоквартирный дом в поселке Путевка по улице Андрея Голицына потребовал продолжительного выяснения возможных путей его решения. В результате проблема была решена. Всего на приеме было рассмотрено 12 вопросов. Граждане обращались с проблемами трудоустройства, помощи в восстановлении храма, материальной поддержки на лечение. Школьнику из Карачевского района, его отец и мать лишены родительских прав, Владимир Жутенков подарил ноутбук. Сейчас мальчика воспитывает бабушка. Екатерина Зодина, Владимир Сидоров. События. Брянск. Талантливая, активная и очень перспективная. В городском лицее номер один отметили лучших представителей брянской молодежи. Побывала на торжественной церемонии вручения премии всероссийского и регионального уровней съемочная группа событий. Музыканты и спортсмены, патриоты и исследователи, изобретатели и экологи. Виновниками торжества в лице имени Пушкина стали почти три десятка школьников и студентов. Весь прошлый год ребята были активными и деятельными. Список олимпиад, конкурсов и смотров, участниками которых они стали, весьма внушителен. Я приведу только несколько названий. Всероссийская олимпиада школьников, конкурс профмастерства, региональный конкурс научных работ в области экологии, областные конкурсы юных спасателей по декоративно-прикладному творчеству волшебства детских рук, молодые голоса, волшебная флейта. За победы и участие ребята получили не только дипломы и грамоты. 15 молодым людям достались губернаторские премии по 10 тысяч рублей. Еще 20 юных брянцев удостоились наград с всероссийского уровня по 30 и 60 тысяч рублей. Я уже 6 лет участвую в конкурсе музееведов. Победила в областном конкурсе, побеждала в районных и удостоена этой награды. Это самая ценная награда, которую я получила за 11 лет учебы. Я очень горжусь и собой, очень благодарна преподавателям своим. В городской лицее номер один дети съехались со всех концов области. Интересы и достижения у всех разные, но, безусловно, ценные и важные. К примеру, начинающий краевед Анна Киреева раскрыла глаза односельчанам на военный памятник в Свене. А лидер Клетнянского движения юных патриотов Андрей Паренко сделал свой вклад в повышение престижа военного дела. В нашем поселке есть захоронение военное старшего сержанта Курамонова. В ходе исследования мы обнаружили, что в нашей могиле находятся 4 бойца, а не один. Это было достижение. Командиром являюсь второй год, а в движении 4 года состоит. Что для вас значит вот эта награда? Как бы многое значит. Я хочу военным стать. Вы уже определились, когда будете? Да, конечно. В Тверь. Космическая оборона. С первыми, но далеко не последними большими победами молодежь поздравили любимые учителя и родители, руководство областного департамента образования и депутат Госдумы Валентина Миронова. Музыкальные подарки собравшимся преподнесли призеры творческих конкурсов. Светлана Маркелова, Максим Кузнецов. События Брянска. Состоялось показное пожарно-тактическое учение Брянского пожарно-спасательного гарнизона в здании торгового центра Бум-Сити. Цель учений – отработка действий подразделений государственной противопожарной службы по тушению условного пожара на объекте. Согласно легенде учений, произошло возгорание в кафетерии на пятом этаже. Сработала автоматическая пожарная сигнализация и оповещение людей при пожаре. Стоит отметить, что помещения торгового центра укомплектованы первичными средствами пожаротушения в соответствии с действующими противопожарными нормами. Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения людей при пожаре, а также дымовыми извещателями. После сообщения об условном возгорании к месту незамедлительно прибыли огнеборцы Брянского пожарно-спасательного гарнизона и приступили к работе. На момент прибытия первых пожарных подразделений эвакуация людей уже была завершена. Огнеборцы провели расстановку сил и средств и провели разведку. Одновременно происходила установка пожарного автомобиля на пожарный гидрант. А сейчас информация по просьбе общественного поискового отряда «Лиза Алерт». Общественный поисковый отряд «Лиза Алерт» разыскивает мать и дочь Назарьевых. 27 сентября 2016 года они ушли из дома в селе Рогачево Московской области, а с тех пор их местонахождение неизвестно. Приметы матери 37 лет, рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные, глаза карие. Приметы дочери 7 лет, рост 130 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Всех, кто видел или может сообщить какую-либо информацию, просьба звонить по бесплатному номеру 8 800 700 ровно 5452. Мать разыскивает свою дочь Агапитову Виолетту 2008 года рождения. 18 февраля в Санкт-Петербурге девочку забрал отец, который по решению суда имеет право видеться с ребенком по субботам. Однако в положенное время отец не вернул дочь матери. Ее местонахождение неизвестно. Возможно, она находится в Брянске. Всем, кто способен помочь в розыске, просьба звонить по телефону 8 950 046 43 63 или 8 953 290 72 87. Брянские автолюбители поздравили первую женщину-космонавта. 6 марта герой Советского Союза Валентина Владимировна Терешкова отпразднует свое 80-летие. Наша звезда – дань уважения этому человеку. Присоединяйтесь, сообщают организаторы. Во флешмобе участвовало около 30 автомобилей. Видеоакции размещено в паблике «Типичный Брянск» в социальной сети ВКонтакте. Необычно отметили праздник. В канун Дня защитника Отечества в Брянском государственном университете прошла товарищеская встреча по настольному теннису, в которой сборная студентов БГУ встретилась с командой спортивного клуба «Инвалидов Пересвет». За яркими поединками мастеров маленькой ракетки наблюдал Дмитрий Кузнецов. Майор запаса Николай Парфенов прослужил в вооруженных силах более 20 лет. Сейчас он один из самых активных участников спортивной жизни клуба «Пересвет». И честно признается, проиграть в День защитника Отечества просто не имеет права. Цель всегда – тот, кто-то солдат, который не мечтает стать генералом. Естественно, хочется выиграть. И в честной борьбе всем удачи пожелать. Клуб «Инвалидов Пересвет» организует такие мероприятия регулярно. Причем не только в высших учебных заведениях областного центра. Нужно приучать молодежь, чтобы они знали, что у нас есть инвалиды, и которые не сидят дома, занимаются, тренируются. Надо объяснять людям, что инвалид или коляска – это не последний уровень жизни, что жизнь продолжается. И все-таки, я думаю, что многие здоровые даже, пусть берут пример с тех ребят, которые занимаются, которые ведут здоровый образ жизни. На этот раз инициативу проведения товарищеской встречи поддержали в общественной палате Брянской области. Я думаю, что сегодня вот то отношение, которое много лет витало в обществе, отношение к инвалидам, как к людям, которые сегодня, но в силу тех или иных обстоятельств оказались по другую сторону, меняется. И мы увидели, что это люди, которые живут теми же самыми интересами, как обычные люди, не имеющие каких-то проблем со здоровьем. Самое главное, и участники турнира, и наши ребята полны оптимизма. Я думаю, что это очень доброе, хорошее, знаковое событие. Турнир в итоге получился по-настоящему зрелищным и интересным. Ведь будущим преподавателям противостояли известные мастера «Маленькой ракетки». «Маленькой ракетки» – неоднократные победители и призеры чемпионатов России и международных соревнований. Очень интересно, приятно поиграть с людьми, которые стараются, которыми стоит гордиться на самом деле. Они большие молодцы. Ну, уровень, конечно, у них очень высокий. Как и полагается, в таких случаях победителей и проигравших в этом противостоянии не было. Главное, организаторы пообещали сделать такие встречи регулярными. Дмитрий Кузнецов, Максим Кузнецов. События. Брянск. Новости телеканала «Брянская губерния» также доступны на нашем сайте. В интернете присоединяйтесь к нам в социальных сетях. А я с вами прощаюсь и желаю всего самого доброго. До свидания. Одежда ведущим предоставлена магазином «Оджи». Бум-сити, второй этаж. Совершенная красота – это не только дар природы, но и работа профессионалов. Специалисты салонов красоты «Бигуди» знают, как всегда, выглядеть красиво. Весь комплекс парикмахерских услуг, ногтевой сервис, наращивание волос и ресниц, визаж, грим. Ваша красота – наша работа.